Экскурсия идет на двух языках – на русском и на шапсукском, диалекте адыгского. О сегодняшнем дне Красной Поляны рассказывают потомкам тех, кто жил здесь полтора века назад – участникам молодежного черкесского форума, людям, живущим сегодня в Сирии, США, Объединенных Арабских Эмиратах и Турции. Всего в Сочи приехали представители семи стран. «До слез трогательно увидеть землю предков. Мы увидели, что российские власти проделали большую организационную работу по преобразованиям здесь. Теперь весь мир знает об этом месте. Это большая гордость для нас». Абдан Кабарта из Сирии. Сама его фамилия напоминает, какому народу он принадлежит – кабардинец, историк. В Сочи впервые. «Наши родители рассказывали, как здесь прекрасно. То, что мы увидели, превзошло наши ожидания. Дай бог, теперь будем приезжать чаще». В мире крайне мало мест, где потомки черкесов живут компактно. Сочи и Краснодарский край – один из таких редких примеров. Это и вызывает особый интерес гостей. Для молодых израильтянок с такими характерными именами Наташа и Аня поездка в Сочи стала откровением. «Очень понравилось то, как прекрасно здесь живут шапсуги. В Израиле такого нет. Нам даже не хочется уезжать». Кстати, гости и местные адыги-шапсуги отлично друг друга понимают. Язык сохранили и те, и другие. Новейшая история меритинской низменности, как она изменилась за последние несколько лет. Это тема еще одной экскурсии. Многие из гостей смотрели трансляцию Олимпийских игр по телевизору. Теперь смогли увидеть это лично. После экскурсии по Олимпийскому парку гости отправились в Абхазию. Там, в Сухуме, сегодня прошел форум черкесской молодежи России и зарубежья. Ну а уже 26 апреля участники форума отправятся по домам. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».